Одна из важных задач, которая не просто хорошая идея, а жизненно необходимая для работы с подростками – подготовить команду лидеров. Сегодня мы поговорим о восьми причинах, зачем нужно подготавливать других к служению подросткам. Меня зовут Джон Герриг. Это видео второе из серии по стратегии подросткового служения «Максима-2. Создание команды для подросткового служения». Сегодня мы рассмотрим логику подготовки других к служению. Восемь причин, почему это так важно. На сайте ИПС есть конспекты к этому видео, а также ссылки на другие видео из этой серии. Итак, зачем нам нужно готовить других к подростковому служению? Первая причина. Такой пример нам оставил Христос. Одна из ценностей плана Максима для подросткового служения заключается в том, что он основан на служении Иисуса. Они на субкультуре, которая постоянно меняется. Последним видео мы рассмотрели, как Иисус созидал команду учеников для служения. Некоторые из этих учеников, возможно, были совсем юными. Они принимали участие в служении. Христос создал свою команду, потому что он знал, что это лучший способ оказать наибольшее влияние на мир, которого он так хотел достичь. Лучший способ оказать наибольшее влияние на людей – это обучить других работать наряду с вами. Вторая причина – это лучший способ распространения Божьего Царства. Рост церкви зависит не столько от руководства, сколько от самих верующих. Чем больше людей в церкви, тем больше распространяется благая весть. Ученики Иисуса благовествовали по всему миру. В Диане 1.8 говорится «Будьте мне свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи и Самаре, и даже до края земли». Итак, команда – это путь к большему влиянию. Как мы видели в прошлом видео, принцип приумножения учеников продуктивнее, чем принцип их добавления. Третья причина – ответственность лидера – подготовка других к самостоятельному служению. В Эфицианам 4.11.12 говорится о том, что Христос поставил одних апостолами, других – пророками, и них – евангелистами, и них – пастырями и учителями – ко совращению, то есть ко совершенствованию, святик. На дело служения – для созидания тела Христова. Вы, как лидер группы, должны не столько совершать служение, сколько учить этому других. Четвертое принципа – участие в служении углубляет духовную посвященность человека. Во-первых, такой человек вынужден больше молиться, в результате его отношения с живым Богом становятся более глубокими. Тот, кто участвует в служении, вынужден опираться на Господа. В Евангелии от Иоанна 15.5 сказано, «Без меня не можете делать ничего». Кроме того, участие в служении совершенствует хождение поверия, углубляет доверие Богу, чтобы совершать невозможное. Когда люди, испытывая трудности в служении, им приходится молиться и полагаться на Бога. Таким образом, растет христианский опыт хождения поверия. Пятая причина – подготовка к передаче руководства. Рано или поздно приходит время передачи руководства. Мы видим в Писании, как передается руководство от Мосея к Иисусу на Вину, от Иллии к Елисею, от Иисуса к его ученикам, и от Павла к Тимофею. В США, в школе, где я преподавал, я одновременно руководил служением подросткам. У меня была команда лидеров, но не было никого, кто был бы готов заменить меня, когда я уехал в Россию. После моего отъезда новый лидер попытался ввести подростковый клуб, но через год служение прекратилось. Очень важно подготовить лидеров, которые возьмут руководство на себя. Шестая причина – работая в команде, можно избежать многих ошибок. Никто не совершен, и лидер тоже допускает ошибки. Я знаю, что совершал Ик. В книге притчи говорится, без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Если вы работаете в команде, можно увидеть ситуацию с разных сторон и избежать каких-то ошибок. Седьмая причина – подготовив к служению других, вы обличите себе бремя. Иногда руководители считают, что они должны делать все сами. Это была проблема, в которую попал Моисей. В Библии мы читаем, что из Египта с Моисеем вышли 600 тысяч мужчин-израильтян. Некоторые библиисты считают, что вместе с женщинами и детьми Моисей вел около двух миллионов человек. Можно было бы ожидать, что у Моисея будет много помощников, но это было не так. Он пытался делать все сам. Он от рассвета до заката слушал жалобы народа и выносил суд. И восьмая причина. Подготовка лидеров дает возможность и другим использовать свои дары и таланты, которые дал им Бог. Мы разные члены тела Христова. В Первом Коринфианам 12, 14 и 17 говорится, «Тело же не из одного члена, но из многих». Если все тело – глаз, то где слуг? Если все – слуг, то где обоняние? Никто не обладает всем ударами. Мы дополняем друг друга. Однажды я наблюдал, как один очень талантливый лидер, Давид, проводил подростковое служение. У него была хорошая команда, но при этом он все делал сам. Проводил игры, сам играл на гитаре и потом вел урок. Я не знаю точно, почему он так поступал. Может быть, он думал, что сможет сделать это лучше всех. А может быть, просто ему было проще все сделать самому. Не было необходимости оговаривать все с другими. А может быть, это была его привычка. Или он не думал привлекать других. Но я абсолютно уверен, что встречи были бы интересны, если бы в них участвовали разные лидеры. И подростки знакомились бы ближе с другими взрослыми. Итак, вот восемь причин для подготовки других к служению подросткам. Этот подход был подходом Христа. Таким образом, растет церковь. Подготовка других к самостоятельному служению. Углубляется посвященность потенциальных лидеров. Это подготовка к передаче руководства. Помогает избежать многих ошибок. Вы обличите себе бремя. Возможность другим использовать дары и таланты. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно было полезным, пожалуйста, нажмите большой палец вверх. Загляните на сайт ИПС. Там много бесплатных полезных материалов для подросткового служения. Да благословит вас Бог! До следующего раза! Субтитры подогнал «Симон»!